Дорогие друзья, ну вот сегодня наступил тот замечательный день, все прекрасное когда-то заканчивается, к сожалению, хотелось бы, чтобы это длилось как можно дольше, но пленэр подошел к концу. Ну, на мой взгляд, все, что мы наметили, мы сделали, и вот перед вами отобранные работы, вообще было написано больше 300 работ, участвовало 22 художника, 13 приехали из других городов и 9 рыбинских художников. И я скажу, что и количество, и качество с каждым годом у нас растет, это точно, потому что, ну, судя по работам, вы все можете оценить наш труд, я думаю, что все увидят, что мы, так сказать, работали неплохо, как минимум. Из интересных вещей хотел бы отметить и поблагодарить руководителей предприятий, которые откликнулись, и у нас было две индустриальные сессии, одна на заводе дорожных машин, и одна сессия была на верфях Нобеля. Вообще, работать в индустриальном пейзаже и промышленном предприятии, это очень интересно, и сейчас, мне кажется, это очень актуально, очень актуально. Ну, а где как-то не в Рыбинске, так сказать, отображать рабочего человека или промышленное предприятие. И это получилось, интереснейшие работы индустриальные, интереснейшие, я думаю, что они родят эти этюды большие холсты, и мы еще на разных выставках потом увидим какие-то уже такие станковые живописи, и это наверняка будет. На моей выставке, это большая рыбинская работа. Вот, я хотел бы вам представить всех художников, да, и начну я с художественного руководителя нашего пленэра Николая Владимирович Буртов, город Москва. Я бы попросил всех выходить, ну, хотя бы те, которые приехали, да. Максим Титов. Вообще, человек мира, он и из Урала у нас, и в Твери руководит академической дачей, Репинской, ну, и москвич, и он вообще возле замена, так сказать, да. Так, Леночка Лугнова, Тверь. АПЛОДИСМЕНТЫ Юлия Парашютинская, Москва. АПЛОДИСМЕНТЫ Юлия Жукова, Москва. АПЛОДИСМЕНТЫ Павел Зеленецкий, Колумб. АПЛОДИСМЕНТЫ Катюша Висевкова, Череповец. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Антон Ратыкин, Ярослав. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Саша Махно. Дед. Михно. 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 Миросмослав. Кого-то еще раз. Нет? Ну и ваш покорник будет. А, бой! Бой! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Артюша Демин. Это Сергей Паса. Вообще мы вчера были в Демино. Демин был в Демино. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и ваш покорный слуга Александр Шилов. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здесь представитель администрации, заместитель главы администрации города. Наталья Васильевна, будьте добры. Вам слово. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день, уважаемые гости города. Добрый день, уважаемые рыбинцы. Неотрадно, что вот сегодня машинский пленор проходит уже в городе Рыбинске в третий раз. Ну и более таки, я хочу выразить свои чувства, более отрадное, это то, что художники, которые принимали участие в этом пленере, это не наши местные художники, а художники, которые к вам приехали, да, которых мы сегодня с вами видим. И тем ценнее образы, которые вы представили, потому что у вас незамыленный взгляд на наш город. То есть мы видим нашу красоту городскую, но то, что показываете вы в своих картинах, конечно, это дорогого стоит. Большое вам спасибо за участие в таком замечательном мероприятии. Особые слова благодарности хочется сказать Александру Николаевичу Шилову, да, что он у нас здесь сегодня всех собрал. Спасибо огромное всем художникам, которые принимали участие в этом замечательном пленере. Я бы хотел все-таки дать слово художественному руководителю пленера Николаю Владимировичу. Он, так сказать, оценит, наверное, уже вот качество нашей работы. Да, дорогие друзья, вообще это событие уже третий раз, как сказали, и каждый раз мы, ну, ждем это, целый год ждем, и многие звонят, многие хотят попасть на этот пленер, потому что он уже прозвучал, и как сюда собираются хорошие художники, и вы видите разные художники, и по итогам, и во время работы многих видели на улицах. И это, я считаю, событие. Вообще, в Рыбинск, я вот первый раз попал в Рыбинск, когда мы приехали в Рыбинск, и сейчас уже влюбился в него, и ездил просто с удовольствием, потому что, ну, он по энергетике, по архитектуре, какой-то теплый и родной город стал. Здесь широкие улицы, комфортные, как мне кажется, для жилья, и нет таких пробок, как в больших городах. В общем-то, это очень здорово, что его не переделали, не улучшили, вот эти площади, и сайдингом не улепили, или чем-то там, типа этого. Так что мы с большим удовольствием пишем в город, и потом в Галу, это вообще один из самых красивых городов, и всегда, кажется, а почему, мало времени, только приехали, кажется, начали писать. Столько мотивов, столько мест, вот, так что большое спасибо Александру Николаевичу, он, конечно, большую работу и подготовку провел к этому миллионеру, и концерт в Казахстане был, и мы забыли договориться, мы ездили, и в Яхт-Клуб, благодаря Игору Васильевичу, несколько раз ездили, вот это, ну, не забыло. Это здорово. Еще хочется отметить жителей города, зрителей, пишешь, и очень здорово вообще, что они подходят, и очень деликатно ведут себя, не мешают работать, ну, каждому интересно, все равно задают какие-то вопросы, интересуются, и это очень приятно. Я хочу поздравить всех вас с открытием выставки этой, и пожелать этому городу, чтобы все здесь были счастливые люди. Мы видели, мы видели эти, вот, на праздник Дедов Морозов приезжали, и это событие какое-то, ну, не забыло просто, это, ну, что-то, я первый раз это видел, Богу услышит вообще, столько цвета, столько радостных лиц. Так что счастья жителям добра и всего доброго здоровья. Еще я бы хотел дать тоже художнику Максим Михайловичу, секретарю Союза художников Российской Федерации. Сразу скажу, что вот Александр Николаевич, он, конечно, это серьезный организатор, как человек, который руководит академической дачей в этом году их 140 лет, то, можно сказать, первое место, где начинался пленэр такой художника, начинается Илье Ефимович Ребенов. И я здесь как художник, я понимаю, через академическую проходят тысячи художников, но как тяжело это организовывать, следить за художниками, чтобы они были накормлены, напояты, чтобы все у них было хорошо. И работали, самое главное, здесь, но все было на таком уровне, что доезжать не хочется. Николай Владимирович хорошо сказал, теплый, красивый, классный город, влюбляешься в него, но тут еще что важно-то? Слушайте, у нас банкет каждый день, знаете, как тяжело. Я не представляю, как ребята вообще работали. Нас так встречали, что, ну, когда работать вообще, столько мероприятий. Ну, это прямо... Ну, как вот уедешься теперь? И вот о чем я и вчера говорил, что такие пленэры объединяют художников, это и есть Союз художников России. И, Александр Николаевич, ну, край вдохновения, МИГа, Владимир Владимирович, Сыгерова. Спасибо. Как сказать, от края вдохновения, от края вдохновения. Спасибо большое. Теперь я хотел бы отдать слово все-таки представителям Рыбинска, Александр Григорьев, председатель Рыбинского союза. Все-таки я уже сказал, что 9 художников... Нам нельзя их посмотреть? Вот тут, там, в зале, пожалуйста. Там, в зале? Да, пожалуйста. Саша, пожалуйста. Там, в зале, представьте. Пару слов. Для Рыбинска это стало на самом деле событием. Для художников Рыбинска большим событием. Это то, что будоражит тут, наверное, всех тех, кто у нас, может быть, и активно работает, и неактивно работает. Но когда вы приезжаете, все начинают работать. И, конечно, когда идешь по городу, и тут стоят, и там стоят. Я смотрю, там уже и наши начинают стоять художники. Обычно нечасто встретишь. А вот когда события происходят такого масштаба, как-то всех заряжают. Александр Николаевич, ну, конечно же, это благодарность вам большая. Это ваша инициатива, это ваша, я не знаю, вот эта энергия, это все, на этом все. В художественном мире Рыбинска держится во многом на вас. И очень бы хотелось, чтобы это действительно стало бесконечной традицией. И мы увидим такое большое количество интересных художников, которых мы знали по соцсетям. Которых мы не знали, узнали здесь. Я, кстати, познакомился с тем, кого видел в соцсетях. Да, я там не знал даже иногда имена, не сильно запоминаю, что. Но работы я помню. И сейчас я увидел имена, увидел работы, свечил, вот они, оказывается. То есть вот они. И в прошлый раз так же это было интересно. Я представляю, когда будет интересно и в последующие годы. Получится, что вся богема к нам сюда приедет. Не мы туда, а не к нам. Мы туда чудеса, просто наши. Хочется пожелать развития этому движению. Росту всего творческого. Ну и ждем в гости, ждем в гости и вас, и еще раз, и тех, кто приедет в будущем. И как-то сами постараемся соответствовать, как минимум, чтобы не отставать. И зная, что в следующем году опять это будет, и что-то надо сделать до этого времени. Ну и будем работать обязательно. Приглашайте нас, не забывайте. Я бы хотел сказать, что мы вот как-то так планку такую взяли сразу, очень высокую. И по художникам, и это было оценено. И в этом году пленеру был присвоен статус Академии Российской, Российской Академии художеств, статус академического пленера. Поэтому мы, так сказать, теперь уже не имеем права понижать эту планку, раз под эгидой Академии работал. И я вообще вносил предложение такое и готовим мы. Я думаю, что это состоится. Вообще хотел предложить администрации подписать генеральное соглашение между городом и Академией, чтобы, так сказать, у нас вот эта ниточка не прекращалась. Мы готовим сейчас эти документы, это непростая, честно сказать, задача. И обязательно будем направлять еще и предложение по награждению, чтобы отметила Академия участников пленера, потому что это достойно. И еще один момент. Мы вот встречались с издателем, все-таки есть мечта. И я думаю, что по итогам двух пленеров мы все-таки издадим альбом. Так сказать, вот есть Медиоровский выпускал альбом «Дорыбинск. Глазами художников». Я думаю, что мы сделаем продолжение этого дела. Почему? Потому что, ну, подчас ведь, знаете, люди, которые живут вот в своем месте, да, ну, так вроде обыденно и бегают на работу и обратно, да, и не видят. А на самом деле «Рыбинск» — это потрясающее место. Вот я, ребят, когда приглашаем, ну, вот Светлова Владимировича на плене, да, мы все время говорим, они говорят, ну, «Рыбинск», многие даже не бывали, вот первый раз приехали, да, где это, что это, я бы, это самый красивый город на Лобове. Это как минимум, да, а то может и в стране. Вот, так что постараются художники и в этот раз уже получилось, но и в будущем показать такой «Рыбинск», которого вы не видели. Вот местные жители, да, но вы его не видели таким. Вот Оля Матавилова, да, она, так сказать, представитель династии целой. Она внучка того скульптора Матавилова, который, Некрасов стоит в Ярославле на набережной, да, то есть там все, и мама, и у него, и там, и дочки, и все, я включил ее, и фрубку можно их замечать. Вот. И, конечно, вот ее взгляд на «Рыбинск», ну, просто, за любовь, что, да. Вообще, кстати, анонсирую, в 25-м году мы договорились делать персональную выставку Оли Матвейш. И сюда приедет в июле месяц выставка Николая Владимировича Бортова персональная. Поэтому, я к чему это говорю? Что, работая на пленэре, мы потом художников, ну, всех мы сразу не можем, но потом делаем персональные выставки. У Юлии Прошкинской класс, где-то у меня откладывается. Тоже будет персоналка, да? То есть вы можете уже этого художника посмотреть, его работы, так сказать, ретроспективные там. Конечно, лучше отберем, безусловно. Вот. Так что это все равно уже дает кумулятивный эффект такой, и продолжение будет. Раз уж так, как говорят, пошла такая пьянка, то, конечно, после тех буретов, значит, все равно мы будем делать. И я бы очень, так сказать, сказал бы большое спасибо администрации, мэру, что передали на товаре Смедовича. Дмитрий Вячеславович, он энтузиаст, он такой заводной парень, и нам это импонирует. Мы видим, что движение в городе, вот бульвар этот, в прошлый год мы приезжали, ничего там не было, а сейчас вот такой променад шикарнейший. Так что искренне пожелаем процветания городу. И, наверное, совместными усилиями и художники, и архитекторы, и местные жители, и власти должны сделать красивый и, главное, удобный город, чтобы в нем было удобно жить. Это ведь самое главное. Открытки – это хорошо, но жить еще, чтобы было удобно и приятно, комфортно. Так что всех вам благ, низкий поклон за то, что вы смотрите живопись. Это великое искусство. Приобщайтесь и наслаждайтесь. Пожалуйста, 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 конечно, пожалуйста. Позвольте снять шляпу перед прекрасным коллективом. Уважаемые друзья, Александр Николаевич, Николай Владимирович, коллеги. Многих всех уже тут знаю. Я немножко так от сообществ города, от разных хотел бы выступить, поздравить коллектив Рыбинцев с такой прекрасной выставкой, с таким прекрасным пленером, который состоялся. Большую неделю, наверное, коллеги творили Рыбинск. На самом деле, Рыбинск – это такой феномен многослойный очень. Вот мы с Александром Николаевичем буквально позавчера общались в Литературном музее о том, как Рыбинск богат сообществами разными. Художники, литераторы, музыканты, фотографы и многие-многие. Естественно, интеллектуальная элита, производственники, которые создают, собственно, основной продукт в городе. И очень отрадно, что многие разные гости приезжают к нам в Рыбинск, в сердце города, в городскую гостиную, и творят здесь, собственно, такие красивые вещи, создают новую историю этого места. И от души я вас и нас всех поздравляю с этим событием, которое сегодня произошло. С Николаем Владимировичем тут увиделись тоже на днях, как он здесь буквально настоял и начинал свои этюды делать. Многих коллег знаю, с удовольствием приветствую еще раз здесь в Рыбинске. И позвольте, вот от меня, от Алексея Горбачева, небольшой творческий подарок от городских сообществ. Такая книга «Сердце города». Это Николаю Владимировичу тоже подходы к мастер-планированию города. Это произведение, такой труд, примерно трехлетней сборки, о городских сообществах как раз. То, о чем мы с вами обсуждали, о стыковках городских сообществ, и о том, насколько Рыбинск действительно многогранен, творческий, разнопланово и прекрасен. Спасибо большое еще раз. Буквально два дня назад мы отметили день рождения, 225 лет нашего великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Лучше, чем Пушкин, не скажешь. Прекрасен нам, соответственно. Спасибо вам. Поздравляйтесь, что художники в вашем распоряжении, картины можно произвести. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал!